Приветствую вас, друзья мои! Я вновь приглашаю вас на прогулку по Риму. Самые популярные сувениры, привезенные из Рима, до сих пор считаются магниты и брелки для ключей. И поэтому на улицах Рима их огромный выбор. А здесь вы видите их целые горы. Недорогой сувенир, маленький по размеру, что удобно в перевозке. И всегда приятно привезти весточку из Рима и подарить коллегам по работе или близким. Как говорится, мал золотник да дорог. По всему городу очень много палаток, где продают разные сувениры. В этой палатке продают носки, которые тоже можно привезти в подарок. От сувениров перехожу сразу к еде. От станции метро Актавиана я иду по Вея Делла Порта Анжелика в сторону Ватикана. На Вея Делла Грация 5 находится ресторан итальянской кухни «Паста Ашутта», где можно быстро и качественно перекусить. Здесь вам приготовят пасту за 2-3 минуты. Вы можете попробовать спагетти аль-а-карбонара, спагетти аль-а-матричана, ригато не кача и пепе, папарделли аль-рагу. Цена, как видите, доступная. Пасту можно съесть здесь же, а можно взять с собой. Туристы решили, что мне нужна модель и охотно попозировали. У них это хорошо получилось. Вот уже виднеется Порта Анжелика. Но мы заглянем еще в одно место, где можно перекусить. На витрине выставлены фрукты и сладости. Витрине выставлены фрукты. Это в Веде Порта Анжелика, по которой мы сейчас шли. Перед нами фонтан Тиара. Он находится рядом с Порта Анжелика и колоннадой. Фонтан был построен из травертина Пьетро Ломбарди в 1927 году. Пьетро Ломбарди является также автором и других фонтанов Рима. Таких, как фонтан книг, фонтан искусств, фонтан амфор. А на этом фонтане наверху мы видим три папские тиары, а чуть ниже папские ключи. Порта Анжелика – это как Порта Дель Пополо, через которую паломники попадали в город. Через Порта Анжелика паломники шли к гробнице Святого Петра. Сейчас гробница находится под собором Святого Петра, куда каждый может спуститься. Мы проходим через колоннаду и попадаем на огромную площадь Святого Петра. Отсюда открывается прекрасный вид на собор Святого Петра. Если посмотреть сверху, то собор выполнен в форме креста. Собор, который мы видим сейчас, был выполнен с 1506 года по 1626 год. Его строили 120 лет. Внутри собор украшает 400 скульптур и 10 тысяч квадратных метров мозаики. Внизу под собором находится первая базилика, которая была построена в IV веке при Константине Великом. Туда тоже при желании можно спуститься. Папа Франциск – 266-й папа римский. И только 217 пап были итальянцами. Папа Франциск родом из Аргентины. Его предшественник Бенедикт XVI, который в 2013 году отошел от дел, уступив свое место более молодому и активному папе, был немцем. Дольше всех правил папа Пий IX. Он был на папском престоле 31 год. Меньше всех правил Урбан VII. Он умер от малярии через 12 дней после избрания его папой римским. У колоннады всегда много народу. Это люди, которые хотят зайти в собор Святого Петра или подняться на купол собора. Вход в собор запрещен в коротких юбках, в коротких шортах и с открытыми плечами. Иногда, бывает, люди отстоят огромную очередь, пройдут через рамку металлоискателя, подойдут к дверям собора, а их туда не пускают. Не пускают, потому что их дресс-код не соответствует правилам. Поэтому я всегда говорю, что в сумочке надо иметь шипоновый шарфик, которым в нужный момент можно прикрыть плечи. Вход в собор Святого Петра бесплатный. И в наше время еще уместно добавить, что грин-пасс не требует. Если быть внимательным, то можно заметить на брусчатке надпись. На этом месте в среду 13 мая 1981 года во время ауэдиенции было совершено покушение на папу Иоанна Павла II. Турецкий киллер трижды выстрелил в папу Римского и серьезно ранил его. Убийцу поймали недалеко от места преступления. А папу Иоанна Павла II сразу же доставили в римскую клинику Джемелли. Там в ходе пятичасовой операции врачам удалось спасти жизнь папы. Он пережил нападение и даже простил стрелявшего в него турка. Но так и не восстановил свои силы. В 2000 году папа на воскресной месте в соборе Святого Петра публично покаялся в грехах католической церкви. Он просил прощения за восемь грехов в церкви. За преследование евреев, раскол церкви, оправдание рабства. Просил прощения за действия инквизиции. Он реабилитировал Галилео Галилея и Николая Коперника. Он был на папском престоле 27 лет. Умер в 2005 году. В 2014 году Иоанн Павел II был причислен к лику святых. В центре на площади Святого Петра по кругу вмонтированы 16 плит. Это роза ветров. Прекрасная площадь и собор привлекают внимание. И, казалось бы, сложно останавливаться на мелочах. Ведь на площади ты чувствуешь себя таким же маленьким по сравнению с работами великих мастеров, которые работали здесь за 120 лет строительства собора. Но, тем не менее, среди двух миллионов булыжников на площади я хочу показать вам сам Пьетрино из красного порфира с вырезанным сердцем. Говорят, что много лет назад некоторые дети, играя на площади Святого Петра, первыми заметили существование этого красного сердца. И с тех пор стали называть его сердцем Нерона. И вскоре после этого у римлян разыгралось воображение. Некоторые говорили, что это может быть сердце Микеланджело, разбитое несчастной любовью. Или это каменное сердце, скрытый символ жизни Джан Лоренцо Бернини. Для других это был просто помидор, завезенный в Италию из Америки. А кто-то говорил, что это не сердце, а лист плюща. Если быть точнее, то это просто фрагмент древнеримской порфировой чаши, переделанной в Сан-Пьетрино для площади. Каждая из нас видит то, что хочет. Но, поверьте, так интересно находить такие мелочи и размышлять, что же это значит. Вокруг площади Святого Петра возвышается огромная колоннада, над которой работал Бернини. Она отходит от собора, будто захватывает посетителей площади в объятия и приглашает зайти в собор. Мать церковь готова принять всех и пригреть. Над каждой колонной помещены статуи святых. Всего их 162 фигуры, и все они по высоте вдвое меньше статуи Иисуса и апостолов, которые установлены на фасаде собора. Четырехрядную колоннаду Бернини возводил почти 10 лет, а вот на реставрацию, которая была проведена в 2009 году, потребовалось 4 года. После посещения Шумной площади хочется немного тишины, и я приглашаю вас на улицу Боргу-Пио, которая находится в двух шагах от площади Святого Петра. Во время обеда и ужина прямо в центре улицы стоят столы. Атмосфера здесь просто потрясающая. Часто здесь звучит живая музыка. Мы находимся в самом сердце Рима, но эта улица очень похожа на маленькую деревню. Здесь все так уютно и по-домашнему. Улица пешеходная, вымощенная булыжниками, от улицы отходят улочки и переулки. Здания здесь средневековые, 16-17 век. Но напомню, мы находимся в самом центре города, в нескольких метрах от Ватикана. В этом-то и прелесть Рима, что в самом сердце Рима бьется другое сердце. Не очень большое, но очень яркое. Дома, убитые плющом, фонтаны, рестораны, джелатерия. В конце улицы еще один фонтан – фонтан пушечных ядер. Автором этого фонтана является также Пьетро Ломбарди. И сразу за ним открывается вид на Пассетто. Это маленький коридор, соединяющий собор Святого Петра и замок Святого Ангела. Перед нами одна из известных и посещаемых улиц Рима – Виа де ле Кунчеляционе. В переводе эта улица называется «Улица Примирения». Эта улица соединяет столицу Италии и Рим с самостоятельным государством Ватикан. Эта улица была проложена по заказу Бенита Муссолини. Были снесены средневековые дома и построена улица. Дуччи 28 октября 1936 года в 9 утра приехал сюда, поднялся на террасу дома и на глазах собравшегося народа нанес первый удар киркой. Так была уничтожена часть района. Сейчас улица длинная и широкая. Собор Святого Петра виден издалека. А ведь идея Бернини, который работал над колоннадой площади и собором, была совершенно противоположная. Он хотел, чтобы паломники сначала прошли по узким средневековым улочкам, а потом вышли на огромную площадь, и только тогда увидели собор. Как эффект неожиданности – шли по узким улочкам, а потом внезапно вышли на огромную площадь, где находится собор. По обе стороны улицы стоят фонарные столбы, напоминающие нам обелиски. Улица Примирения – это улица Согласия, улица Смирения, улаживания чего-либо. Обелиск же родился как архитектурный элемент египетского происхождения. И если он находится на этой улице, значит, произошло примирение между язычеством и христианством. Я очень часто рассказывала вам про языческие храмы Рима, и почти все они уничтожены, за исключением пантеона. Его вовремя преобразовали в христианскую церковь. Мы дошли до замка Святого Ангела. Здесь тоже много сувенирных палаток. Я очень люблю останавливаться здесь, слушать музыку и рассматривать прохожих. Сейчас даже приятно видеть очередь в замок Святого Ангела. Несмотря на то, что это была гробница императора Адриана, а в средние века здесь находилась тюрьма и резиденция пап, сейчас это музей, и все этапы истории можно рассмотреть внутри. Когда будете в Риме, я советую вам сходить в замок Святого Ангела. Мост Святого Ангела Важность этого моста в том, что на протяжении веков он был основным мостом, ведущим к собору Святого Петра. А вот мост Виктории Эммануэля II, расположенный ниже по течению, который сейчас находится ближе к собору Святого Петра, был построен в конце XIX века в связи с укреплением набережной. В 1667 году, когда папа Климент IX взошел на папский престол, его понтификат был очень короткий, всего два года. Но этого хватило, чтобы поручить Жан Лоренцо Бернини отреставрировать мост Святого Ангела. Бернини спроектировал новую балюстраду и поручил своим ученикам создать 8 из 10 статуй ангелов, которые до сих пор украшают мост. Два ангела он создал сам. Я уже неоднократно показывала вам церковь, где находятся ангелы Бернини. Эти два ангела были такие прекрасные, что их тут же спрятали под крышу, а их копии были сделаны учениками и выставлены на мост. На самом деле на мосту 12 статуй. 10 ангелов, Святой Петр и Святой Павел. Однако Святой Петр и Святой Павел были сделаны более чем на 100 лет раньше. Можно даже не смотреть на часы, а по обстановке у ресторана сказать, время близится к обеду. Приятного всем аппетита! А я иду по направлениях улицы Коронари. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Некоторые стесняются заходить в магазины, думают, что можно рассмотреть все с улицы. Но в такие магазины надо заходить, они достойны внимания. В этот магазин я всегда захожу, мне очень нравится здесь керамика. Давид в Бернине. Ангелочки Рафаэля. Отец Небесный с фрески Микеланджело. Фрагмент скульптуры Правда Бернини. Рисунок Капитолийской площади, фонтан Треви и многое-многое другое. Фрагмент скульптуры Правда Бернине. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...